Всем привет, друзья! Тема сегодняшнего видео это мои новинки декоративной косметики. Много всего классного, полезного, интересного хотелок я себе назаказывала. На новом сайте для меня он называется Lady Makeup UA. Там просто очень и очень выгодные цены и много всего есть того, чего я хотела. И, к сожалению, у нас в Украине это стоит дороговато. Посылки приходят с Польши. И также огромный плюс, что доставка идет не только в Украину, но есть доставка и в Россию. Поэтому, девочки, кто мне спрашивал, мои подписчицы из России, обратите внимание на этот сайт. Также доставка есть в Литву, Латвию, Казахстан и в Эстонию, поэтому огромный плюс. Но перед тем, как сделать такой огромный заказ декоративной косметики, я сделала грандиозную зачистку всей косметики, которая у меня лежала без дела. И на эту тему также скоро ждите более подробное отдельное видео. И ту косметику я обязательно вам, мои дорогие, любимые подписчики, буду раздавать, кому нужнее, абсолютно бесплатно. И давайте теперь начнем с моей посылки. Пришла она в обычной картонной коробочке. И я забирала ее на новой почте. И посылка мне пришла где-то дней за 9-10. Первое, что я заказала и на что я уже давно засматривалась и облизывалась, но цена, наверное, у нас, ну если не на 100% больше, то на 50% точно выше. Это палетки The Balm. Я знаю, что их прямо все нахваливали. И я думала, что заказать или тени, или бронзер, или хайлайтер, или румяна. И выбрала вот такую универсальную палеточку, чтобы можно было ее брать с собой в поездки. И все здесь в ней было. Называется она The Balm Voyage. Это плотный картон. Очень милая такая, яркая, веселая. Мне она очень понравилась. И, кстати, все очень хорошо, добротно сделано. Здесь есть зеркальце. 9 оттеночков теней. 4 оттенка это хайлайтер, бронзер, 2 оттенка румян. И вот такие 2 кремовых продукта. Можно использовать и к губной помаду, и в качестве румян на щечке. И здесь варианты, как можно сочетать эти оттеночки между собой. Я пользовалась этой палеткой уже, наверное, раза 2-3. И, кстати, сегодняшний мой макияж абсолютно полностью сделан при помощи моих новинок. Поэтому, если он вам нравится, поддержите меня пальчиком вверх. Качество теней, качество продуктов всех очень классно на высоте. Тени имеют насыщенную пигментацию. У них шелковистая текстура. Они абсолютно не одни. Даже те, которые идут с блесточками, не осыпаются. Очень красиво смотрятся на веках. Классно растушевываются. Но, мне кажется, лучше их наносить на базу. Тогда они будут еще более ярче и дольше сохранять свои красивые оттенки. Давайте покажу несколько оттеночков. Наверное, когда я более тщательно испробую, протестирую эту палеточку, я сниму вам отдельное видеообзор. Такие красивые оттенки. И они прекрасно переносятся и имеют насыщенную пигментацию. И огромный плюс этих теней, что они абсолютно не тушуются грязь и сохраняют свой оттенок. Даже вот такой сложный, зелено-синий, вот такой оттеночек, очень красиво смотрится. И мне нравится оформлять им нижнее веко. И очень классный бронзер. И румяна мне идеально подходят. А вот эти вообще такие более холодные. И этот хайлайтер, он просто суперский. Можно использовать его и в качестве хайлайта, и на все подвижное веко в качестве теней. И также бронзером можно затемнять складочку века. Поэтому очень универсальная порядка. Единственное, что из этой палетки мне только не подойдет вот такой оттеночек. Потому что он довольно-таки теплый. И то, наверное, я найду ему применение. Можно их смешивать между собой. Кремовые губные помады или а-ля румяна. Такие вот. И также очень-очень насыщенная пигментация и красивые оттенки. Следующая моя новинка также палетка. Только уже теней от Слик. Я эту косметику очень люблю. У нее доступные бюджетные цены и качество на высоте профессиональной косметики. Эту палетку я давно себе хочу. Я давно на нее засматривалась, облизывалась. И тут на сайте Lady Makeup.ua была очень выгодная на нее цена. В принципе, на всю косметику Слика была скидка. И, по-моему, она обошлась мне грим за 250, за 260. Но это очень дешево. Даже палетка The News от Maybelline и то стоит подороже. Называется палетка Garden of Eden. И, как по мне, эти оттенки должны были мне подойти. И, если честно, я не прогадала. Очень лаконичная упаковочка. Также хорошая пигментация. Правда, у некоторых оттенков теней от Слик есть такое свойство растушевываться в грязь. Очень красивых здесь у нас 12 оттеночков теней. Нижний ряд холодных сиреневых и коричневых и сливовых. И верхний ряд это мои любимые зеленые оттенки теней. Есть здесь матовые тени. И есть такие шиммерные сатиновые. У них классная цветопередача. Они хорошо тушуются. И, конечно, у Слик есть огромное разнообразие таких палеток на любой цвет и вкус. Я захотела себе что-то более веселенького, неординарного, чтобы творить интересные макияжи. И, кстати, при помощи нижнего ряда теней сегодня я выполняла свой макияж глазок. А мне кажется, что эти тени лучше наносить, особенно вот такие шиммерные сатиновые, на базу. Потому что через некоторое время они имеют свойство немного скатываться в складочки. Если нанести, допустим, на тот же корректор, как делаю это я, от Maybelline Fit Me, то никаких проблем. Они очень ярко, классно, дорого, богато, выигрышно смотрятся на ваших веках. И подчеркивают красоту ваших глазок, если правильно сделать макияж. Давайте я покажу вам несколько оттеночков. Зеленых и более сиреневых. И посмотрим, какая у них цветопередача. Вот такие красивые оттенки. И что у нас цветопередачи? Цветопередача хорошая, очень красивые. Можно творить различные макияжи, очень оригинальные. Здесь еще в комплекте идет спонжик прорезиненный, но, правда, я им не пользуюсь. Но тени просто шик. Я очень довольна. Очень классная универсальная палеточка, по крайней мере, для меня. Следующие мои новинки. Это также декоративная косметика. Давайте, наверное, закончим уже с косметикой Sleek. Вы заметили, что у меня на губах новая жидкая губная помада. Это Sleek серия Matte Me. И оттеночек называется 1037 Chubby Cheek. Такой красивый, матовый. И стойкость у нее просто шикарная. Она держится, наверное, в течение всего дня. Может, немножечко после того, как вы покушаете, попьете, уходить именно со слизистой. А здесь она просто держится, как прибитая. Она немножечко стягивает губы и подчеркивает их структуру. Но, в принципе, это свойство любой хорошей стойкой матовой помады. И, конечно, после нее лучше нам начинать нести хороший питательный увлажняющий бальзам. Но, в принципе, прямо, чтобы сильно она мне стягивала, пересушивала, таких проблем у меня с ней нет. Оттенок шикарнейший. Когда вы наносите он одного цвета, потом она подсыхает и становится более темная, как у меня на губах. Поэтому очень довольна. Обычный аппликатор. Она имеет насыщенную пигментацию, хорошо распределяется. И, в принципе, никаких проблем в использовании я не испытываю с этой помадкой. Классная, довольна. И стоила, по-моему, гривен 170 также недорого. Далее, что у меня есть еще из новинок декоративной косметики для губ. Это помада-карандаш матовая от Golden Rose. Я их очень полюбила. Это далеко уже мой не первый оттеночек. На этот раз я взяла себе номер 19. И, как по мне, он очень похож на матовую губную помаду от Sleek. Просто сейчас она еще не совсем подсохла. А когда она подсохнет, они очень похожи между собой. Хотя в этом больше коричневинки и более он сливовый. А это именно такой нейтральный, холодный, очень интересные оттенки. На осень, на зиму, мне кажется, это самое тут. Также очень люблю эти помадки. И стоят они сущие копейки. Далее, это Revlon Color Brust. Такие помадки, бальзамы, блески а-ля шиммером я люблю и обожаю. До этого у меня был похожий от Belle. Но он практически подошел к концу. И я захотела себе что-то новенькое. Этот бальзамчик пахнет мятными конфетками. И здесь в составе присутствует мята. Потому что, когда вы наносите его на губы, ощущается чувство прохлады. Очень приятное. Оно не жжет, не печет, никакого дискомфорта не доставляет. Но просто вот есть чувство прохлады и запах мятных леденцов. Оттеночек абсолютно нейтральный. Нютово такой розовый, как я люблю. На каждый день просто накрасила без проблем. Пару размазнула и побежала. И здесь есть скрапление очень мелкого шиммера. И на солнышке это все смотрится очень красиво. Посмотрите, какой такой нежный оттеночек. Это у меня тон 105 De Mure Reservi. Как всегда, все названия, все артикулы, все тона вы найдете под видео, кому это интересно. Следующая моя новинка для губ, это бальзам а-ля тинт от L'Oreal, который называется Carres. Очень красивый такой розовый оттеночек. Хотя на моих губах он создает более красный тон, эффект зацелованный губ. Тон у меня 184, розы On & On. Они у нас присутствовали в продаже, но как-то быстро они пропали. То ли они вообще сняты с производства, то ли просто у нас нет в продаже. Но я успела себе, когда они у нас были, отхватить вот такой красивый оттеночек. Он такой более холодно-сиреневый. И тон у меня был 400. А теперь вот такой красивый красно-розовый. Он очень такой удобный в нанесении, в использовании. Дает легкое покрытие, но при этом цвет впитывается моментально в губы. И он остается на вашу губа очень-очень долго. Правда, вот это покрытие верхнее, такое увлажняющее, питательное, оно сходит. А сам тинт долго сохраняет цвет на ваших губах. И это огромный плюс. Правда, единственный недостаток у этого бальзама тинта, это его не совсем приятный аромат. Но он при этом быстро улетривается на ваших губах. В целом, довольно. Тем более, он мне обошелся что-то в районе 100 гривен. Это вообще сущие копейки. Вот такие вот у меня имеются два красивенных оттенка. Буду пользоваться ими с огромным удовольствием. Кстати, слик матовая губная помада подсохла и она стала более темной. Этот более такой сливово-коричневый оттенок, а это такой холодно-сиреневый. Очень красивый, нежный ревлон бальзамчик. И вот такой бальзам тинт от L'Oreal. Очень довольна новинками для губ. Буду использовать они все совершенно разные и неповторимые. Следующие новинки это набор от Tessence. Тушь и подводка в форме фломастера. Что касается туши, я давно на нее засматривалась. Называется она L'Age Princess Volume Mascara. Очень такое милое оформление, девичье. Очень необычная форма щеточки. Она вроде бы и тоненькая, длинная, но при этом немножечко утолщается. И к ней, конечно, нужно приноровиться. При этом она хорошо прокрашивает ресницы, хорошо мне их разделяет и даже немного придает им удлинение. Не отпечатывается, не осыпается. При этом, опять же, она хорошо смывается. Поэтому, в принципе, я тушью довольна. У нее нет абсолютно никакого неприятного запаха. Поэтому могу вам посоветовать. Достойная тушь, там, кстати, такой формы есть два варианта. По-моему, у второго варианта силиконовая щеточка. Нужно будет попробовать и ее. И также в подарок, получается, в этом наборе за деньги по цене одной туши шла вот такая подводка Фломастер. Написано, что она Extra Long Lasting. У этой подводки Фломастер ненасыщенный черный цвет. Она больше такая черно-серая. Можно рисовать любую форму стрелочки. Удобно в использовании. Но все подводки первое время у Essence имеет свойство немножечко растекаться в морщинке складочки. Когда она потом подсохнет, такой проблемы не будет. Посмотрим, насколько мне ее хватит. Но в подарок, за покупку туши, получается такой набор, почему бы и не взять. Очень выгодное приобретение. Следующая моя новинка – это тональный крем от Bourjois. Вы знаете, моя любовь к тональным кремам от Bourjois. Я, наверное, их все перепробовала. И все же мой самый любимый – это Healthy Mix оттеночек 52 ванила-ванила. Он подходит мне идеально. Что касается этого CD Radiance, я давно на него засматривалась, давно хотела его попробовать. И выбрала для себя оттеночек 02 ванила-ванила. Он, кстати, у меня сегодня на лице. И, как по мне, он мне подходит идеально. Что касается этого тонального крема, он супер подойдет для сухой, для нормальной, для очень сухой чувствительной кожи. Он прекрасно распределяется, не подчеркивает никакие шелушения, не то, что кожу не пересушивает, не стягивает, а наоборот ее увлажняет и подпитывает. И огромный плюс, что здесь есть SPF 30, по крайней мере для меня, потому что солнышко у нас еще активное, а я уже активно использую кислоты для своей кожи. И защита от ультрафиолета максимальная мне, как нельзя, кстати, подойдет. Вот. Покрытие не среднее, наверное, больше к легкому. Если у вас кожа в нормальном состоянии, вам нужно только выровнять тон, там, замаскировать какие-то мелкие недостатки, тогда да, тональный крем подойдет. Если у вас такие существенные высыпания, тогда больше вам советую все же Healthy Mix от Bourjois. Хорошее покрытие, мне он нравится, идеально подходит. И мне кажется, постепенно, если даже вы с тоном не угадаете, то он имеет свойство подстраиваться под ваш оттенок кожи. Поэтому довольно девушки с сухой, с нормальной кожей, которые любят более влажный финиш, присмотритесь. Если вы любите более матовый финиш, там в такой же упаковочке есть с матовым эффектом. И еще одно но, он довольно-таки неэкономично расходуется. Может, это у меня, потому что сейчас я тональные крема стала носить кистями. Ну, а там, в целом, довольно-таки неплохой. На четверочку с плюсом. Следующая моя новинка, это лак для ногтей от Essence. Их классная серия гель-эффект без лампы. Вот такой красивый оттеночек, это у меня тон 04. Он полупрозрачный, мелкие-мелкие блесточки и создает эффект перламутра или розового жемчуга. Сегодня он у меня в один слой поверх другого лака. Стойкость у него, конкретно у этого, довольно-таки слабоватая. Это максимум 3 дня и потом со сколы. Если я наношу его на другой матовый, более стойкий лак, тогда, конечно, стойкость продлевается. Но, в целом, довольно-таки хороший вариант. Там у них есть и матовые лаки, и с глиттерами. Широкая кисть, удобно в нанесении. Если наношу его в два слоя, самостоятельно получается очень красивый, полупрозрачный эффект. Естественный, оригинальный, на ноготочках. Поэтому, довольно. Правда, конечно, стойкость подкачала. Но, опять же, это у меня проблема вечная. Из-за того, что сами по себе у меня ногти очень мягкие и ломкие. И следующая моя новинка, это просто мое спасение и моя находка, которую я также давно хотела. Но, к сожалению, в наших магазинах я не смогла найти сушку от Сели Хансен. Это просто, девочки, ну супер-супер-супер вещь. И она реально работает. Здесь написано, что за 60 секунд высыхает любой лак. И это реально так. Она шла вот в такой вот баночке, бутылочке. Объем здесь ее сколько-сколько-сколько? 11 мл. Было все упаковано просто крышечкой. А отдельно была пипеточка. Я уже пипеточку сюда всунула. Потому что активно пользуюсь этой сушкой. Мне хватает 2 полные пипеточки на 10 ноготочков на каждой по 2 капельки. Она абсолютно не маслянистая. На руках она не ощущается. И в составе присутствует витамин Е. Поэтому еще плюс уход за вашей кутикулой. И реально я избавилась от такой проблемы, как очень долгое высыхание лака. Обычно я крашу свои ногти с вечера. Когда я на утро просыпаюсь, то у меня на всех ноготочках отпечатки от моих волос. С этой сушкой этого не происходит. И лак моментально, реально быстро высыхает в 2 слоя. Даже вот этот лак вчера я там накрасила. 2 слоя, по-моему, мне в 1 слой основу. И второй слой это вот этот лак от Essence. Получается 2 слоя. Потом нанесла по 2 капельки на каждый ноготочек вот этой сушки от Sally Hansen. И буквально там за секундочку все, ногти мои сухие. Поэтому такая вот вещь, девочки, у кого такая же проблема, долго сохнут лаки. Могу вам посоветовать вот эту сушку Sally Hansen. Она реально классная и реально работает. Очень-очень довольна. И также за мой заказ мне положили в подарочек кисть от Hakura. Это N79 для нанесения теней. Я использовала уже несколько раз эту кисть. И хорошо конкретно такие шиммерные перламутровые оттенки теней эта кисть набирает. Она пушистая. И моя подружка сказала, что эта кисть напоминает какой-то там мак. Не знаю точно. Я там не увлекаюсь этими кистями. Но кисть в целом неплохая. Правда, она такая сильно пушистая. И несколько волосинок с нее уже вырезла. Она, видимо, натуральная. Но кисть достойная. Тем более в подарок. С декоративной косметикой это все на сегодня. И из моего заказа еще остался уход за волосами. Тададам. Поэтому, кто любит такое, оставайтесь со мной. Не переключайтесь. Первое это спрей с кератином от Calos. Мега бюджетный, мега доступный вариант. Из профа. Хотя, если честно, этот уход я не сильно люблю. У меня уже есть маска в моем уходе. Огромная бадья с кератином. И она работает самостоятельно слабовато. С ампулами уже дело получше обстоит. Поэтому я еще решила полностью, пускай будет у меня вся линейка, и посмотрю, как она сработает. Заказать вот такой еще спрей молочко. Я думала, что это будет обычная жидкость. Но на самом деле это прямо такое питательное, кремовое молочко. Молочко с приятным ароматом желто-белого цвета. Но посмотрим, как оно сработает. Заявлено, что оно лечебное, многофункциональное, 14 в 1 и хороший объем 200 мл. И такая цена просто вообще находка. И состав, кстати, довольно-таки неплохой на удивление. Следующая это моя новинка. L'Oreal Professional. Это, конечно, уход уже более профессиональный, более дорогой и действенный. И не так давно у меня закончилась сыворотка только из другой серии, сиреневой, для непослушных, для кучерявых волос. Она была реально классная. И она прослужила мне несколько лет верой и правдой. И творила чудеса. И я решила попробовать семихваленное масло Medic Oil. У них там есть несколько вариантов. Я взяла себе дисциплинирующее для непослушных волос. То, что мне нужно. Но посмотрим. Здесь очень хороший состав. В составе присутствует классный много масел. Но еще и силиконы. Поэтому, думаю, будет работать неплохо. И придавать мой любимый блеск необычайный для волос. Проверим. Опять же расскажу. И последняя. Это такая штучка. Это шелк. Я все же решила пока сэкономить на шелке Ochi. И заказала вот такую штучку на пробу. В небольшом объеме 30 мл. Это новая серия также из профа для меня. Sleek Line. Серия шелковая Shine. Опять же, это силиконистое средство. В составе много шелка. Работает неплохо. Хорошо приглаживает волосы. И, кстати, оно моментально придает блеск. И реально такое шелковистое, силиконистое. Поэтому такие вещи я люблю для кончика волос. Это то, что нужно. Особенно, если у вас сухие, поврежденные, кучерявые, длинные волосы. Присмотритесь. И последняя на сегодня из моего заказа. Это резиночки Invisible Bubble. Более такая компактная версия. Три штучки упаковочки. Они прозрачные, с блесточками. Классно фиксируют мне волосы. Я могу делать и хвостик, и низкий, и высокий. И они прекрасно фиксируют мне любую укладку. Поэтому буду делать различные прически. Так что ждите. Вот и весь мой заказ. Моя коробочка пустая. Остался один только наполнитель. Похож на кукурузные палочки. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось данное видео. И всем пока-пока. До новых встреч. Чао, мои крошки. На голове нету. А теперь собирай. А теперь убирай. Пока. Муа.